Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики, коллеги. И в этом видео небольшом я вам расскажу о своих доходах за июль 2013 года. Название я этому дал Finstrip. Я уже практиковал такую штуку у себя. И сейчас, в период лета, когда все говорят, что мало клиентов, все отдыхают, никто не хочет платить, потому что все деньги потрачены на отдых. Я вам хочу показать, сколько у меня получилось заработать за июль месяц 2013 года. И я вам хочу показать не просто одни доходы, но еще хочу показать, сколько я получил подписчиков. Ну давайте сразу я сейчас перейду в свой аккаунт на смарте. Вот, например, мой аккаунт на смарте. Здесь вот вы сразу видите, да, что только за сегодня я получил 534 новых подписчика. Давайте сейчас перейду в статистику, непосредственно, в статистику, сколько пришло за месяц. Вот здесь я поставил счетчик, как вы видите. Вот, задать вручную. С 30.06. по 1.08. Сегодня 1 число, 1 августа, я вот записываю отчет конкретно за месяц. И как видите, да, что 6535, это которые заполнили форму подписки и подтвердили желание получать рассылку, то есть активировались, это 5699 подписчиков за 1 месяц. То есть это что касательно подписчиков, то есть 5699 человек. Хорошо. Теперь давайте, что касательно заказов. У меня идут приемы платежей, как в Just Click, то есть, вот, пожалуйста, видите, вот, идет список заказов, вот только, например, за сегодня, да, то есть вот пошли. Вы видите суммы какие, это вот здесь, значит, количество денег, которое люди оплачивают, вот, это что касательно только за сегодня, за вчера, потом, еще дальше, да, то есть вот вы видите, и идет еще вот здесь, тоже вот здесь, видите, 22 или 21, вот, например, сюда переходим, то есть здесь тоже у меня идут деньги, вот эти минусики, это вывод каждую неделю, ну, то есть вот видите, заказы идут каждый день, да, вот 29 число, тут, правда, немножечко, но идут. Ну, вот, все вместе, получилась следующая сумма. Давайте я вам сейчас озвучу ее. И вот, друзья, вы видите, да, что получается 5699 подписчиков за июль и 485982 рубля за июль, это конкретно по доходам. Так что, совсем-таки, лето неплохое такое, да, и лето можно зарабатывать. Вопрос только в том, что конкретно вы делаете для этого, правильные ли шаги, либо нет. И сейчас хочу вам, кстати, сказать, что буквально уже совсем скоро, сегодня такой последний, такой заключительный день по самой выгодной цене, это про клиентов, да, то есть где брать клиентов. Сейчас я вам немножечко тут открою. Вот, как получить клиентов за 24 часа, я скоро буду писать книжку эту, стратегия ТЭРа, да, для инфобизнесменов, вот такая обложечка. И вот здесь, сегодня 1 августа, цена уже выросла до 1500 рублей, была акция 30 июля стоила 300, 31 вчера 700, а сегодня уже 1500, потом вырастет до 5000 рублей. И непосредственно на этом вебинаре я буду рассказывать, как я каждые 24 часа получаю очень много клиентов, которые делают заказы и приносят доход. То есть сами видите на показателе, да, то есть какие суммы получается зарабатывать. И я, в принципе, расскажу, как у меня это получается, откуда у меня столько клиентов. Поэтому, если вы хотите тоже зарабатывать в интернете такие суммы, хотите знать, как это делается, то обязательно вам нужно посетить этот вебинар, тем более там будут классные подарки. После того, как я проведу вебинар, я, вернее, мои помощники сделают текстовый вариант, и будет такая вот книжка, и я разыграю там права перепродажи на эту книгу. То есть, что это вам даст, вы сможете получать с помощью нее подписчиков и еще зарабатывать также деньги, потому что вы тоже сможете продавать, продавать права перепродажи. Поэтому давайте не спите. Если у вас еще нет таких результатов, которые я вам показывал вот здесь, то вам нужно обязательно сходить на этот вебинар и послушать его, и научиться тому, что я вам буду рассказывать. Ну все, друзья, с вами был на связи Артем Клюшков. Отпишитесь в комментариях под видео, сколько вы заработали за июль месяц. Мне будет приятно и почитать, и мы, подписчикам, тоже будет приятно узнать, что получилось у вас. Ну все, давайте пока-пока. Жду вас на вебинаре. И всем удачи, всем пока. Жду вас на вебинаре.